Всем привет! И это видео как раз попытка показать, как можно организовать пространство публичных заметок через генератор статичных сайтов Publish, как некая альтернатива Publish, которая есть у самого Obsidian. Сейчас немножко покажу, объясню, что есть и что, потому что названия одинаковые могут путать. Есть у самого Obsidian продукт уже готовый для публикации заметок, называется он Publish, стоит примерно 8 долларов в месяц, если платить за год и 10, если, по-моему, платить помесячно. Но суть такая, что это уже готовый продукт из коробки, он умеет делать такие красивые страницы, которые уже можно посмотреть, как русская помощь сделана на нем. То есть поддерживать внутренние ссылки, рисует красивый граф, который, наверное, никто пока не нарисует, но суть такая, что эта штука уже есть и готовая. Я пошел немножко в другую сторону, я организовал себе блок, который генерит как раз MD-файлы, немножко его допилил, и в принципе у меня функционал чуть-чуть похож, ну, то есть в каком-то смысле дублирует Publish от Obsidian, и волей судеб он тоже называется Publish, только написано на языке Swift, ну, на котором пишут iOS-разработчики, кем я, собственно, являюсь. Сейчас я покажу, как у меня это организовано. Внутри моего хранилища Obsidian склонирован репозиторий как раз с моим блогом, он представляет собой просто файлы и папки как раз внутри проекта того самого генератора сайта. Вот, в том, как его настроить, как раз много заметок внутри уже моего блога, поэтому можно об этом почитать. Но если кратко, процесс выглядит так, то есть я пишу какую-то заметку, ну, вот я сейчас на примере этой покажу, да, то есть я все как обычно с ней работаю как с любой другой заметкой, могу ставить ссылки на любые свои заметки внутри хранилища, так и внутри уже опубликованных заметок, они все, как бы, ну, все живут в едином пространстве, файловом, внутри хранилища. Вот, и, соответственно, когда я хочу какую-то из статьи опубликовать, я делаю следующее, я ее переношу в папку как раз, где у меня лежат, где мне лежат посты, вот, сейчас покажу. Вот, я перенес сейчас файлик для публикации, то есть опубликовал его со всеми остальными статьями. Добавляю мета данные для статьи, вот уже у меня тут шабончик уже готовый. То есть описание статьи это то, что пойдет в ленту, ну, пока не буду сильно. ПАС это короткое название статьи. Ну, и, в принципе, все. То есть больше мне ничего делать не надо, дальше необходимо только отправить публикацию вот этой заметки в репозиторий. Открываю. И отправляю коммит. Дальше у меня настроена автоматизация, что... Об этом тоже есть заметки, что у меня сейчас пересобирается блок, и, в принципе, эта заметка буквально через, там, 10-15 секунд появится на сайте без какого-то моего дальнейшего вмешательства. Вроде говорит, что все сделал. Теперь я обновляю страницу сайта. Вот, собственно, он у нас появился. Да, еще есть что дорабатывать. Стили, разметки, обработку маркдаун-блоков. Но, в принципе, это штука, которую можно, ну, сильно затачивать под себя. И как раз этим сейчас занимаюсь. Мне это интересно. Но хотел показать, как это все выглядит, ну, чтобы это сильно долго не объяснять словами. Ну, будут вопросы, пишите. И теперь, как у меня организовано. То есть у меня есть некий аналог блога. Только это не блог, а больше похож на цифровой сад, когда заметки живут после публикации своей жизнью. То есть они дополняются, удаляются, объединяются. На них производятся ссылки с других статей. В общем, и использую Telegram-канал как некое место для анонса и общения с теми, кто меня читает или, возможно, начнет читать. Вот, и, надеюсь, посмотрев это видео, вы тоже в этот канал присоединитесь. И, надеюсь, буду кому-то полезен. Все, спасибо.